Друзья, всем привет! Готовлю настоящие кето блины, это мои самые любимые блинчики, которые получаются очень тонкие и нежные. Это проверенный мною рецепт и поверьте, более вкусных кето блинчиков просто не найти. Всегда готовлю себе на завтрак блины без глютена, чтобы не поднимать уровень инсулина, без скачков сахара в крови. Что очень важно, на правильном питании, если соблюдаете кето питание. Кето блины можно есть хоть каждый день, и при этом не набирая лишнего веса. Это очень простой и быстрый рецепт, который не займёт много времени на приготовление. Сразу хочу дополнить, что стевию можно не добавлять, просто я делаю для себя без начинки, поэтому включил этот натуральный подсластитель в рецепт. В яйца добавляю соль и стевию. Взбиваю недолго миксером в течение минуты. Буду рад, если поставите лайк на это видео. Вливаю сливки, воду и просто перемешиваю массу миксером. Всыпаю миндальную муку и псиллиум. Перемешиваю в течение минуты ручным венчиком. Ожарить буду на рафинированном кокосовом масле, которое тонким слоем распределяю по поверхности сковородки. Вы можете жарить на обычном подсолнечном масле. Ещё раз перемешиваю жидкое блинное тесто. На раскалённую сковороду вливаю порционное тесто, стараясь быстро и равномерно распределить по всей поверхности сковородки. Деревянной шпажкой приподнимаю блин и переворачиваю на другую сторону. Готовый блин перекладываю на тарелку и смазываю кусочком сливочного масла. Таким образом готовлю все блины. Блины можно подавать просто так, а можно с начинкой из сметаны или взбитых сливок. Обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я показывал больше сладких кето-рецептов без глютена на своём канале. Если да, тогда я буду публиковать эти рецепты в рубрике «Правильное питание». Блинчики получились со сливочным ароматом. Обязательно готовьте для своих родных и близких кето-блины, чтобы радовать их не только вкусом, но и дарить пользу. И по этому рецепту, я точно могу сказать на здоровье. Спасибо мои дорогие за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.